Погода продолжает неприятно удивлять жителей Мордовии, поэтому потопом вряд ли кого удивишь. Но это если водопад из обычной воды. А вот жители Саранского посопа тонут в жидкости другого рода. Откуда она взялась и что с ней теперь делать, выяснял Павел Степаненко. По огороду вброд. Картина, которая в последние дни стала привычной для тех, у кого есть хоть какой-то клочок земли. Еще бы, такие дожди. Однако жительница улицы Сызранской Валентина уверена, вода на ее грядках не дождевая. Вчера целый день шел дождик, но несмотря на обильное количество выпавших осадков, у нас огород стоял влажный, но не с водой во всех грядках. Около половины седьмого вечера начала резко прибавляться вода. Сначала у нас канава, вот здесь вот за малиной канава, она поднимается, ну и потом, соответственно, во все грядки начинает идти вода. В бедственном положении своих картошки, капусты и клубники хозяйка винит канализационный коллектор, который проходит в аккурат по границе ее участка. Женщина говорит, коммунальщикам звонила несколько раз. Реакции не последовало. Вчера я сделала заявку, сегодня перезвонила, уточнила номер заявки 2288, она сказала номер заявки, да, тишина. Ни вчера, ни сегодня, вот сейчас уже два часа дня, да, никто, ни один живой человек не приехал, не посмотрел, что здесь случилось, почему так, а что вы хотите, дождь, да. У нас такое бывает и в сухую погоду, независимо от количества выпавших осадков. Можно ли будет есть овощи, столь обильно политые такой водой? Вопрос. Компенсации ущерба тоже. Потому что страховщики сотрудничать с местными жителями отказываются. Данное имущество не подлежит страхованию, согласно исключениям, опять этого, андерайтингового руководства общества, так как объект страхования расположен в зоне потенциального наводнения или стихийных бедствий. То есть от чего угодно можно, застраховать только не от оттопления. Да. Та же история и у соседей. На Красноармейской улице тоже прекрасно знают, что это за вода и откуда взялась. Коллектор, который портит дома, огороды и нервы жителям двух улиц, находится здесь. Один из его колодцев можно рассмотреть вон там, в зарослях крапивы. Она как раз отлично иллюстрирует, насколько часто и пристально обслуживается этот коллектор. Судя по этим зарослям, нога коммунальщика не ступала сюда уже очень давно. Нам без резиновых сапог в эти дебри не пробраться. Валентина смогла и даже добыла видеодоказательства того, что из коллектора действительно печет. Есть добыча и другого рода. Попробую отвезти эту воду в Роспотребнадзор. Может они сделают анализ, что это такое, чем нас заливает. Ну это явно не верховая вода. Что ж, следующее слово об этой воде скажут уже специалисты. Хотя вот эта пиявка, похоже, чувствует себя в ней как дома. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости.